Культпоход Длится еще более недели, но оказывается, что вот фактически последние выходные для тех кировчан, кто еще не успел, остается шанс зайти в ботанический сад и посмотреть выставку, которая называется «И красота, и вдохновение». Она проходит во белом куполе, он так называется? Да, белый купол — это такое космическое сооружение, которое образовалось и появилось, как бы ниоткуда, и также, наверное, в конце осени оно исчезнет. То есть все полно мистики, но тем не менее... Дмитрий, поближе чуть-чуть к микрофону, пожалуйста. И я так думаю, те, кто посетил, остались довольны, по крайней мере, зрителям. А те, кто не успел еще, может зайти в контакт и посмотреть, и там действительно такая красота. Мы сопровождали проект еще и пабликами ВКонтакте. Можно было посмотреть, то есть обзор каждой картины, которая участвует в выставке, он был представлен. Давайте мы все-таки сейчас предметно поговорим о выставке, о ее концепции, о тех работах, которые Аркадий расскажет, может быть, о своих, Дмитрий о своих, и как они связаны, в принципе, с темой ботанического сада. Откуда вообще идея? Почему именно там? Кто хочет? Аркадий, Дмитрий? Кто начнет? В принципе, в чем концепция, в чем была идея, задумка? Давайте я начну. Как мы вообще объединились? Здесь, в общем, очень все просто. Никаких нет здесь сложных моментов каких-то. У нас давно было просто, было желание с Аркадием совместный проект, то есть предложение такое было. И здесь просто совпало. Образовался некий вакуум после моей персональной выставки, которая открылась 12 числа и продлилась до 3 июля. И мы как-то этот вакуум быстро заполнили. То есть одна выставка плавно перетекла в другую. Получилась хорошая традиция. То есть после нас сейчас будет еще одна экспозиция, а после нее еще одна. Это именно в ботаническом саду, да? Это именно в куполе, в белом, да, ботанического сада. То есть все расписано до конца сезона. То есть пока будет работать ботанический сад. Пока будет хорошая погода, относительно теплая. Да, в принципе, вот купол-то, он и подразумевает, что даже если не будет теплой погоды, то всегда может туда человек прийти и насладиться искусством. Ну, что мне понравилось, и как я вижу эту концепцию, я не была еще, к сожалению, на выставке, надеюсь, успею до воскресенья еще посетить, Мне понравилась идея того, что и в работах, и, собственно, в саду присутствует большое количество, условно, растений, цветов, и они все довольно романтичны, и все это перекликается с женскими образами у Аркадия. Я правильно понимаю, что есть какая-то вот связь между атмосферой сада... Одной красотой и другой красотой. Атмосферой сада присутствием Аркадии. Что скажете? Ну, добавлю, что идея действительно, как сказал Дмитрий, возникла давно, и вообще изначально планировалась такая экспозиция на нескольких площадках, и планировалась она к 8 марта, то есть к женскому дню. И цветы, и женщины как раз, кстати, к этому событию. Ну, поскольку к площадкам разного рода, которые у нас в городе есть, к дате к это именно что-то не получалось. Вот. И вот в этом месте, в ботаническом саду, как раз после выставки Дмитрия, вот, как он уже сказал, возникло такое... Ну, и оно оказалось, кстати. И цветы, и сад, и женщины, все это прекрасно, все это окружает нас. И не показать то, что, значит, в мастерских у нас спрятано, было бы, наверное, неправильно. Поэтому этот проект возник с одной стороны спонтанно, а с другой, он зрел давно. И я думаю, что он получит развитие, и, наверное, будет еще какая-нибудь другая площадка. Этот формат усложнится. Не обязательно с этими же, скорее всего, он усложнится, добавится. Пока не будем говорить, чем. Ну, да, некий интрига, пусть расстроится. Да, ну, мы его обязательно разовьем и покажем еще где-нибудь. А давайте вот предметом поговорим. Ваши работы — это портреты, да? Да, это портреты. Портреты, современец, ну, то есть прям реальных каких-то. То есть это кировченки? Да, это реальные все персонажи, все написаны с натуры в разные годы, начиная там от начала двухтысячных и вот буквально совсем недавно. Поэтому. Аркадий, а можете назвать кого-то? Может, какие-то известные личности? Или это просто ваши друзья, знакомые, случайные? Да, это друзья, знакомые и даже, ну, я не скажу, что случайные. Хотя есть и случайные, там один портретик, да, вот прям такой мимолетный. Поэтому. Ну, все с натуры. Все живые люди. Хорошо. Да, Дмитрий пока фотографирует меня. А ты задашь вопрос. Я хочу задать вопрос как раз Дмитрию. А эти портреты, то есть как вы кураторски, композиционно составляли эту выставку? Они каким-то образом с вашими работами в диалог вступают? То есть вот тема цветов, тема, ну, я не знаю, какой-то там природности, она вот с этими портретами как-то диалогизирует? Или это вот случайные, просто ассоциативные какие-то моменты? Расскажите, как вы знаете. Так, ну, давайте, кто начнет. Я думаю, что они прекрасно дополняют друг друга. Ну, здесь, видите, просто даже я вот Аркадия продолжаю. Как вы композиционно их устраивали. Здесь очень, у нас было мало времени, поскольку, я как сказал уже, один проект плавно перетек в другой. То есть надо было здесь очень мобильно соображать, хотя идея была. Вот, и, ну, собственно, как-то все, видимо, так сложилось хорошо и удачно, что просто перемежились образы Аркадия женские, вот, с цветочными композициями, с моими. Вот, и все это поддержалось, значит, общей объемной композицией ботанического сада. Общей концепцией. Да, то есть атмосферой, скорее всего. Мы оба еще занимаемся ландшафтным проектированием, то есть и отчасти вот здесь идеи и мысли в плане ландшафта, они тоже помогли в формировании композиции нашей экспозиции, если так можно сказать. А, подождите, у вас там еще и живые цветы присутствуют прямо вот в куполе, или это то, что вокруг? Они были, да, то есть вот идея была такая, но в силу того, что, то есть там же надо присутствовать, каждый день, вот, а мы тоже заняты различными проектами, другими делами какими-то, то есть недостаточно было волонтерской поддержки. Понятно. Вот, поэтому при открытии цветы были, вот, ну а впоследствии, ну, они появлялись так время от времени, и поддержка-то как раз вот экспозиции, она была еще, да, и акустически, то есть там у нас был, да, у нас был диджей, вот, звуки природы включались, то есть именно это вот когда какое-то мероприятие было, вот, он работал, вот. Ну а так мы просто общались со зрителями вживую, они были, ну, я надеюсь, очень довольны такому общению. Вот эта идея получит развитие в дальнейшем. Каждый раз, да, то есть что-то по-новому такое, вот, каждый день выставки он был какой-то свежий такой, то есть и по-новому, то есть даже кто-то приходил не единожды, вот, во времени моего присутствия там, я наблюдал людей в разные дни, вот, и мы общались с ними, я говорю, а как вы? Ну, во-первых, нам нравится сад, приходить сюда, и то, что ваша выставка здесь, это очень хорошее дополнение, то есть нам приятно лишний раз зайти, вот, а нам приятно то, что людям доставляет это какое-то моральное удовольствие, вот. И они выходят с улыбками, что еще нужно художнику? Пока Дмитрий рассказывал, Аркадий здесь небольшое дополнение сказал, что это будет продолжено, да, то есть идея с цветами, с живыми цветами, она будет в дальнейшем. Да, да, с цветами, с музыкой, возможно, это будет такой постоянный интерактив ежедневный. Слушайте, мне кажется, вот где-то в Кирове хорошо бы вот какой-то прямо зимний сад бы создать, да, чтобы можно было туда просто приходить, потому что 6 месяцев в году терпеть то, что у нас за окном происходит, там, не знаю, с октября по апрель. Тем более, кому как не вам, ландшафтным специалистам, в принципе, этим бы заняться. Ну, мы, наверное, да, я вот соглашусь с вами, согласен, то есть, ну, начало-то уже положено, то есть, есть в этом же ботаническом саду оранжерея, в которой зимуют все, так скажем, прихотливые растения. Теплолюбивые, да? Да, теплолюбивые растения, вот, из открытого аквариума рыбки, вот, карпы, кои, вот. И туда уже начали вводить экскурсии, то есть, уже составлена программа, вот. Вот, вопрос теперь, то есть, возможно, когда-то там, ну, я не знаю, назреет необходимость расширить немножко помещение, так, чтобы можно было там какие-то зимние проекты организовывать уже, которые вне летнего периода. Это было бы интересно, конечно, мы тоже будем как-то продвигать. Друзья, я всячески поддерживаю, конечно, вас в развитии вот этой идеи, сочетание диалога живых цветов, картин, полотен, каких-то еще форматов, потому что, ну, это же сочетание разных языков, у цветов же всегда был свой язык, то есть, до того, как вот наши, ну, условно, современные дети, да, они выражают эмоции через эмоджи, через цвет, передают через цвет сердечек. Ты, кстати, знала, Аня, что вот в соцсетях там зеленое сердечко — это одно значение, желтое — это другое, да. Я недавно узнала, кстати, сама об этом, я хаотично так отправляла. Вот, до этого, в принципе, теми же самыми тайными посланиями являлись цветы, да, то есть, понятно, что роза — это признание в каких-то там романтических отношениях, а какие-то какого-то... Ну, язык цветов, я помню такое слово сочетание. Язык цветов, конечно, да, и связанный с языком, опять же, живописи, с различными языками, их же там огромное количество. Еще, если вы говорите, есть определенное аудиальное сопровождение, то это могла бы быть такая чудесная полифония. Поэтому я всячески, конечно, поддерживаю вашу идею. Вот, наши друзья продолжают снимать видео и фотографировать. Это прекрасно, да. И на самом деле очень-очень хорошее сопровождение у проектов в социальных сетях. Я посмотрела, вы практически каждый вечер выкладываете фотографии, ну, последнее время, по крайней мере, да, с того, что происходит там под куполом ботанического сада. Да, мы обещали зрителям, вот, ну, это немножко так начиналось шуточно, то есть мы всех приглашали очно сначала. Вот, ну, после того, как прошло открытие, 12 июня, в день города, ну, побывало очень много людей, вот, а нам хотелось еще и своих приятелей видеть, то есть художники, как говорится, они встречаются в последнее время, шутка такая, мы только на выставках видимся, а так вроде живем рядом, а друг другу прийти некогда, вот. Это всегда так важно, к сожалению. И, да, то есть какая-то форма, да, вот она назревала, как бы пригласить людей, вот. И я просто в шутку написал, у вас мало времени на посещение выставок, мы будем с вами виртуальны каждый день, пока открыта выставка, и большой отклик получила эта идея, то есть людям понравилось, вот. Очень подробно снимали работу, вход на выставку, и оканчивалось все небольшим видеофрагментом, вот. Ну, на мой взгляд, достаточно полно представлено было, и работу можно было рассмотреть, и высказывания под ней, и прочитать названия. Но вживую все равно лучше, потому что атмосферу ботанического сада, ведь через смартфон не передашь, мне кажется. Да, конечно, да. Но это вот пережитки, видимо, той самой пандемии. А, наверное, да. И люди очень с большим откликом, как вот мне очень даже так было приятно, что молодец, то есть ты вот таким образом решил освещать, я говорю, ну, а как же, то есть, если нет времени на посещение, сейчас все бежим куда-то, торопимся, не хватает дня, занимаемся все какими-то делами одновременно, несколькими. Вот, поэтому с утра, пока встает человек, пьет кофе, он уже получает информацию, как утреннюю глядет. То есть, Дмитрий, я правильно понимаю, вот этот онлайн-формат, это не то, чтобы вот какая-то трансляция в определенное время, в которое можно подключиться, это определенная фотодокументация, видео, да, и, то есть, определенная съемка того, что там происходит. Я скажу, вот просто, ну, времени, так скажем, не хватает на то, чтобы вот какие-то прямые трансляции вести, потому что, когда ты приходишь туда, то есть, у тебя просто все время занято тем, что ты общаешься с теми, кто приходит на выставку. Со зрителями. Да, то есть, какие-то вопросы задают, то есть, людям интересны, вот, и все время проходит в том, что ты отвечаешь на их вопросы и общаешься с ними. Вот, снять что-то, ну, это или должен быть какой-то, так скажем, помощник, или какой-то агент, который с тобой здесь занимается этим параллельно, то есть, на это просто нет времени, хотя идея была такая. Надо вам студентов на практике, которых просто взять с собой. Вот они, нет, нет. Вся причина в том, почему нет, то есть, сейчас уже они благополучно сдали сессию. И разбежались, все понятно. И все спрятались до первого сентября. Попробуй их найти, да. Да, да. Нет, ну, конечно, ну, ай-формат прекрасен, но мне кажется, он упускает одну очень важную деталь, то есть, мне кажется, во всей этой выставке еще прекрасно то, что есть альфакторный компонент, то есть, то, что ты можешь вот эти цветы обонять. Ой, спасибо большое, что ты переводишь. Я уже знаю, я уже для тебя стараюсь. Вот нам тоже тут Дмитрий принес цветы и запах, который сейчас едва улавливается, он сразу же передает какую-то атмосферу. И мне кажется, на этой выставке вот именно разные запахи, которые присутствуют в ботаническом саду, они тоже воздействуют на каком-то еще одном языке. А, ну, это же тоже погружение. На самом деле запах, как психологи говорят, это такая штука, которая больше всего запоминается, там, да, и работает на человеческую память. И ты, если слышишь какой-то аромат, ты сразу же переносишься куда-то, каким-то событием из своего прошлого, приятным чаще всего, наверное, потому что плохое мы стараемся не помнить. Вот. И это тоже действительно, да, наверное, восприятие очень здорово работает. Правильно вы сказали, то есть я даже в продолжение скажу. Изначально, когда идея рождалась, выставку сделать там, вот, здесь некоторые факторы, они уже по ходу работы выставки опытом каким-то обрастали. Значит, все учесть невозможно, конечно, вот, и то, что именно ботанический сад и выставка в нем, и именно вот сопровождение живописи музыкально и еще и обонятельно, то есть это просто находка, я не знаю, великолепная. У меня не было такой еще выставки, которая так бы полно помогала раскрыть именно смысл того, чем ты занимаешься. Ну, вот на будущее, если это будет проходить, например, уже не летом, а в какой-то другой, вот, в другой локации, в другой формат вы будете продолжать, есть, на самом деле, опыт такой ольфакторных перформансов, когда какие-то концентраты хранят в бутылочке, и, подходя к определенному арт-объекту, зрителю предлагается открыть какой-то красивый очень флакончик, ну, тоже какой-то эстетичный, изящный, и почувствует этот запах, например, зимой, это очень приятно, например, вспомнить запах какой-то цветущий. Согласен, да. Вот, и это тоже могло бы быть, ну, дополнительным языком взаимодействия с живописью и с портретами, с чем угодно. Вот, поэтому ждем, ждем, ждем ваших. Спасибо. Ждем проекта. Да, мы не сказали, что возрастное ограничение выставки 16+, надо сказать, да, но мы сказали про то, что вы там присутствуете и общаетесь со зрителями, и это происходит практически каждый день. То есть, кроме понедельника, когда выходной, вот здесь в ближайшие дни, то есть сегодня пятница, суббота, воскресенье, вы будете. А что вы там делаете? Вот я уточню, маленько. Ну, во время этого общения, да? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Ну, как правило, ну, вот, тоже вот по возрастным каким-то, здесь можно разделить ступеням. Значит, когда приходят молодые ребята, ну, это, скорее всего, мне так кажется, вот кто имеет какое-то отношение к искусству, то есть либо к поэзии, либо к живописи, либо к музыке, вот. Ну, как правило, мне еще почему понравился формат ботанического сада, потому что туда приходит публика, нами желаемая, так скажем, очень она собирает, вот вот ботанический сад собирает, ну, так скажем, в своем пространстве людей, ну, каких-то чувственных, которые, вот, которым не чуждо... Восприимчивые. Прекрасные, да. То есть вот которые, ну, так скажем, с которыми приятно общаться и на одном языке разговариваешь с ними. Вот. Поэтому очень приятно бывает с ними общаться и отвечать на их вопросы, то есть какими бы они ни были, там, техники или живописи, касающиеся, либо просто о жизни многие вот хотят с художником поговорить. Угу. Так смеялись, значит, приходят ребята, о, это школьники, какая-то была, о, это художник. Настоящий. Живой художник. А вы настоящий. Живой художник. Ах, а вот. Да, может быть, дети привыкли, изучая в школе, что все-все они умерли уже. Давних-давних, да. Ну да, все видят, что художниками называют людей репродукциями в хрестоматиях, которыми украшены книги там, да. А здесь вот. Некоторые даже из них впервые видели картины, то есть в живую. Живые, да? Да, ну, хотя, конечно, у нас здесь нет недостатка в культурных каких-то заведениях, но, видимо, тоже в силу разных причин посещаются они ими не так часто. И вот здесь тоже какую-то и просветительскую часть работы приходится вести, что тоже приятно. Аркадий, вот к вам вопрос, поскольку самое запомнившееся мне из недавних событий, то, что вы оформляли, ну, то есть помогали в оформлении книги нашего дорогого коллеги Николая Голикова. О которой мы рассказывали. О которой мы рассказывали в эфире, да. Но тогда вас не приглашали. А здесь тоже есть определенное сочетание с текстами. То есть я видела, что портреты сопровождаются какими-то текстовыми стихами, какими-то цитатами. Это ваша работа, признавайтесь. Нет, это не моя работа. Эта идея принадлежит Дмитрию, даже не столько Дмитрию, сколько его супруге. Так. И я единственное, что посмотрел, подходит ли... К этому портрету, да? А, вы выбирали. Этот текст, да. Поэтому... Подходит? Ну, да, вполне. А к вашему внутреннему ощущению от работы, от персонажа, от... Да, да, все вполне... Вполне. Ну, этот прием, он часто применяется, используется. Вот... Некоторое время назад, когда выпускалась книга о ветских архитекторах, там точно так же, просто я тоже занимался оформлением этой книги, также каждому автору было присвоено некое высказывание, или его личное, или взятое. Поэтому это к вопросу о том, что прием не нов, но в данном случае он очень гармонично и хорошо лег на замысел, на весь проектный замысел. А помните какой-нибудь, ну, вот по памяти, какую-нибудь цитату? Вас вообще, кстати, зрители часто у вас допытываются, а почему вот вот здесь вот вот это вот, а вот тут вот так? У меня лично... Нет? 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 И не пристают с вопросами, а кто это? Расскажите про вашу героиню. Видимо. Кто это? Нет. Ну, мне вот задают такие вопросы. Дмитрий задает, у него, наверное, более приветливое лицо. Нет, дело будет строгий, да? Дело, но даже не в этом. Я просто иногда, знаете, вот даю работам название спонтанно. Вот. И, ну, например, для меня проще, вот иногда бывает, чем сидеть, выдумывать так вот что-то, да? Вот. Что-то просто дать вот в разговоре вот когда, или за работой вот каких-то словосочетаний или что-то касалось. Я просто прям беру и даю название и как оказывается вот как... Как здесь и было. Да. Что называется? Вот. А история такая, значит, у меня была работа, называлась она «Чашка с блюдцем». Ага. А изображено на ней... «Чашка с блюдцем». Нет? Ну, извините. Буквально, если рассматривать, то нет. Ага. Вот. Значит, мы видели на работе тюльпаны. Ага. Вот. Тюльпаны и еще какие-то цветы. Вот. И вопрос от зрителей всегда был, а где чашка? А где посуда? Где с блюдцем чашка? Где посуда? Вы ее разбили? То есть, большинство людей привыкли воспринимать буквально, а здесь просто кроется в том вся штука, что сорт тюльпана называется «Чашка с блюдцем». Ага. Вот. Вернее, не тюльпана, а колокольчика садового. Колокольчика. То есть, да, здесь я немножко ошибся. Вот. Колокольчик садовый есть такое название, да, вы можете его найти. То есть, как было еще недавно, погуглить называлось, не знаю, как теперь. Так же точно пока еще все работает. Вот. И, значит, вот можно, да, зайти и посмотреть сорт колокольчика «Чашка с блюдцем». Вот как раз такой «Чашка с блюдцем» я и назвал работу. Угу. Вот. И люди, после того, как узнавали, что у них такая широкая улыбка, то есть, поднималось настроение, они шли дальше, смотрели, вот, натыкались на новый вопрос, я им опять объяснял. То есть, много работ у меня я сейчас доподлинно так не могу сказать, не помню просто все их, вот, ну, может быть, в ходе беседы еще что-нибудь вспомню. Аркадий, вот вы сказали, что к вам с такими вопросами не обращаются, а к вам с какими обращаются, про что вас спрашивают, на что ваше лицо наталкивает ваших зрителей? Дело в том, что я не так часто был на экспозиции, потому что основную нагрузку взял на себя Дима, поэтому я был всего один раз, и за один раз, наверное, просто никто ничего не успел, тем более был дождливый день, народа было не слишком много, но которые заходили, ничего не спрашивали. Ну, судя по фотографиям-то там прилично. Ну, был, да, единственное, что меня спросили, вы не проводите экскурсии? Скажи, так вот вы на ней уже. Ну, там чего-то, конечно, мы поговорили, но не так ярко. В принципе, хватило, наверное, визуальных впечатлений от самой экспозиции. Я все сказала своими работами. Все было понятно, видимо. Ясно, хорошо. Так, у нас еще много времени? Нет, у нас две минуты остается до перерыва, я думаю, что можно начинать уже озвучивать список призов. Нет, давай мы все напомним и повторим. Резюмируем. Резюмируем. Хорошо. То, что у нас выставка работает до воскресенья, воскресенье, последний день. Друзья, рассказывайте, в какое время можно прийти, когда можно пообщаться с вами, в какие часы, что нужно для этого сделать, купить билеты или каким образом попасть. Расскажите, пожалуйста, вот эти вот организационные моменты. как попасть на выставку? Ну, в 30-е. То есть для тех, кто хочет успеть до закрытия. До воскресенья. Дорогие друзья, вот еще раз, значит, лично вас персонально с Аркадием мы приглашаем на выставку. Как на нее попасть? Значит, вам нужно прийти в ботанический сад, просто купить билет на посещение ботанического сада. Он один там, да, цельный для... Да, он просто, да, то есть никакая цена не завышенная, то есть для студентов одна цена там по студенческому билету. Есть пенсионные, по-моему, на сайте ботанического сада. ослабление, Есть действительно очень высокие. все там есть, в общем, цены очень демократичные, да. Наша выставка, она не имеет никакого коммерческой подоплеки, никакой. То есть вы просто, покупая билет на посещение ботанического сада, попадаете к нам в гости. Вот. И подчеркну еще, да, чтобы вы точно уже смогли попасть, хотя есть это все в информации. Выставка работает каждый день, кроме понедельника, ну, вот понедельник уже следующий, она будет уже закрыта с 16.00 до 20.00. А, то есть с 4 до 8. с 4 до 8, да, то есть вот вы можете к нам попасть, да, 4 часа мы в вашем распоряжении. То есть с утра нельзя? Выставка в белом куполе. Да, почему нельзя с утра? Потому что там идут различные детские мероприятия, то есть как таковых нет, вот сейчас работают лагеря городские, вот, и ребят приводят, да, то есть просто там, там тоже какие-то идут мероприятия, там квесты проходят, различные какие-то конкурсы, вот, и выставка, она просто в силу того, что бывает очень много людей, и они еще маленького возраста, вот, да, чтобы зрителям комфортнее было, чтобы развести потоки, да, просто, да, перенесли на более такое уже время спокойное. Ну что ж, мы сейчас должны уйти на рекламу и продолжим сразу после нее. Культ поход. Программа Культ поход продолжается. Дмитрий Патрушев, Аркадий Николаев, художники, преподаватели Вятского государственного университета в нашей студии. Мы говорим сегодня про проект «И красота и вдохновение». Это выставка в Ботаническом саду. Три дня осталось у вас горожане. Если вы еще не были там, то бегом с 4 до 8 каждый день сегодня, в субботу и воскресенье эта выставка будет работать. Возрастное ограничение 16+. Ну, сейчас мы переходим к розыгрышу призов. Гульнара, вперед. И, как обычно, мы разыгрываем пригласительные в кинотеатр «Смена» и в кинотеатр «Дружба» на любой фильм и сеанс. Кроме того, у нас есть пригласительные в галерею «Прогресса» на фотовыставке улицы Лагранжа и Александра Родченко. Ограничение 0+, неизменно рекламируем и приглашаем на эту выставку. Она великолепна. Еще можно в течение августа ее посмотреть. Да. Далее. Книги от магазина «Читай город». «Сибирь. Счастье за горами. Неизвестные истории. Неизвестные земли». Составители сборника известные русские писатели Сергей Шаргунов и Роман Сенчин. Они объединили воспоминания, открытия и привязанность к Сибири 18 современных писателей России. 16+. Прекрасная книга вообще. Далее. Два детектива у нас. Да. Ричард Осман. Клуб убийства четвергам. Веселая и грустная история о раскрытии преступлений четырьмя жителями дома для престарелых. 16+. Еще один детектив. Елена Михалкова. Ваш ход. Миссис Норридж. Это сборник детективных рассказов про английскую гувернантку Эмму Норридж. Викторианская Англия. Преступления и любопытный ход расследований. 16+. Елена Михалкова замечательно пишет. Она ведет социальные сети. Я читала. Да. Это очень достойно. Да. Хорошо. И еще у нас есть книжка Карины Аракелян. Страшные истории. Жуткие, пугающие, поучительные истории о мистическом. 18+. Это вот кто любил страшилки Успенского. Помнишь, да, вот это вот все про красную руку там. Мне кажется, это то же самое. Судя по картинке, по крайней мере, по иллюстрации. Ну что ж, переходим к розыгрышу. 211-101. Звоните, дорогие радиослушатели. А наши гости сейчас задают вопросы. Кто первый? Дмитрий? Ну давайте я начну. Давайте. Значит, первый вопрос. Кто писал картины в технике пуантилизм? Ой. Перечислю варианты. Клод Мане, Исаак Левитан, Поль Синьяк. А давайте для наших слушателей поясним, что это за техника такая. Или нельзя, потому что если мы скажем... Почему можно? Техника пуантилизма, то есть она вот от слова и идет. То есть пуант или поинт по-английски это точка. Точка. То есть точечная техника, техника пуантилизма. Вот. И теперь вам предстоит выбрать, либо назвать правильный ответ. Либо назвать, да, имя и фамилию автора. Есть у нас тоже желающий ответить. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Татьяна. Да, Татьяна. Мне кажется, последний, потому что первый писал мазками, второй классикой. Классикой это как? Дмитрий? Как к вам обратиться? Татьяна. Татьяна. Танечка, вы абсолютно правы, да, третий вариант. Поль Синьяк, французский художник, импрессионист, писал в технике пуантилизма. Поздравляем вас. Татьяна. Какой приз вы хотите, Татьяна? Какой приз? Ой, мое хотение с моими возможностями разошлось. Моя мама была цветоводом в цехоз декоративных культур, потом единственный магазин на Двилевского Октябрьский цветочный, потом она в теплице озеленяла из КОВ, там эти клубы, но... Татьяна, простите, пожалуйста, да, я понимаю, конечно, у нас просто очень ограничено время, давайте дадим возможность слушателям другим тоже выиграть призы. Какой приз вам подарить? Куда вас отправить? Придется книгу, но мне хотелось бы на выставке побывать. Понимаю, но книгу какую? Я не очень слышала, но давайте последнюю. Последнюю. Это Карина Ракелян «Страшные истории» о мистическом. Нет? А можно не страшные? Можно не страшные. Давайте я вам смешной детектив. Могу врачить Еленой Михалковой ваш ход миссис Норридж. А еще? Ну, еще есть еще один детектив Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам». И есть еще «Сибирь. Счастье за горами». Лучше про счастье. Лучше про счастье? Да. Ну, ладно, хорошо. Про Сибирь. Про Сибирь. Хорошо, уходит вам эта книга. Спасибо вам большое за правильный ответ. Идем дальше. Всего доброго. Итак, следующий вопрос задает Аркадий. «Кто был ближайшим другом Агюста Ренуара?» Погружение у нас сегодня. Иван Шишкин, Энди Уорхол. Прекрасно. Так. Клод Мане. Отличный вопрос. Уорхол у нас, по-моему, третью программу подряд уже всплывает. Все его как-то вспоминают. Ну, они все любят. Да. Все знают. Да. 211-101. В прошлый раз приходили прекрасные барышни у нас из выставочного зала и говорили о том, что там выставка тоже дымковская игрушка, по-моему, какой-то омаж есть к Энди Уорхолу. Это было довольно забавно. 211-101, дорогие слушатели, звоните. Итак. Престайте своими знаниями. Ренуар. Давайте повторим. Давайте вопрос повторим. Угу. Кто был ближайшим другом Агюста Ренуара? Иван Шишкин, Энди Уорхол или Клод Мане? Слушайте, мне кажется, очень просто догадаться. Да, даже наш звукорежиссер. Жаль, что звукорежиссер наш не выиграет приз. Мы его слушателям подарим. Есть звонок? 211-101, ближайший друг. А, блин, отпустить ее надо. Почему же она висит до сих пор? Надо отпустить нашего предыдущего слушателя. Говорят, что наш продюсер объясняет Татьяне, каким образом выиграть приз. Я предлагаю Татьяну просто отпустить, дать возможность позвонить другим слушателям. 211-101. Мы ждем вашего ответа на вопрос. Кто был ближайшим другом Агюста Ренуара? Добрый день. Как вас зовут? Андрей. Андрей, да. Здравствуйте. Кто же был ближайшим другом Ренуара? Ну, сложно догадаться. Мане, наверное. Я думала, вы скажете Энди Орхол. Так. Ну, Орхол по возрасту не подходит. Ну, разница в детстве. Это правильный ответ. Клод Мане. Видимо, да, Клод Мане правильно. Видимо, человек тоже выиграл какой-то приз. Наверное. Это куда вас отправить, Андрей? Или что вам подарить? Давайте книжку страшную. Страшную, которая все-таки Карина Аракелян. Жуткие, пугающие, поучительные истории о мистическом. Вот это, да? Да, рискну. Хорошо, да. Отличный выбор. Андрей не боится, да. Татьяна боялась, Андрей не боится. Ладно, дальше. Есть у нас еще вопросы о Дмитрии. А давайте еще попробуем. И заключительный вопрос, чтобы не утомить вас. Что такое мастихин? Ой. Первый вариант. Фамилия художника. Так. Второй вариант. Инструмент для живописи. Третий вариант. Цветок. Угу. Все связано с темой нашего сегодняшнего эфира. Напрямую? Напрямую, да, да, да. Мастихин, да? Мастихин. Мастихин. 211, 101. Сейчас все такие, я чувствую, прямо гуглят, гуглят. Интересно. Вот я звукорежиссера спрошу. Он нам в наушнике подсказывает что-то? Вот он гуглит в это время или он знает, интересно, да? Ага, понятно. Знает, говорит. Вадим у нас интеллектуал. Прекрасно. Городит просто, да. Я надеюсь, слушатели наши не меньшие интеллектуалы, вот они уже с нами. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Сергей. Да, Сергей, вы знаете или будете угадывать? Немножко знаю, отчасти слышал. Так. Специальный инструмент для использования масляной живописи для смешивания и удаления изосохших отбатов красок. Это правда? Дмитрий. Отличный ответ, Сергей. Вот. Я очень надеюсь, что вы сами его сформулировали. Прекрасно. И даже если нет, я вас поздравляю с выигрышем. Да, очень рады за вас. Приятных выходных вам с нашим выигрышем. Да. Какой приз вы хотите? Куда вас, Сергей, отправить? Билеты в смену. Билеты в смену. Сергею достаются. Итак, Сергей получает свой приз. Сейчас ему продюсер расскажет, где их можно забрать. Вопросы от наших гостей. Я так понимаю, все, финал, да? Три вопроса. Если у нас есть еще время, мы можем свои задать. У нас есть. Мы можем задать, что мы приготовили с гульнарой, да? Три с половиной минуты. Итак, я не знаю, у меня очень такой актуальный вопрос, но, наверное, я его не буду задавать. Давай второй. Давай второй. Хорошо. Ну, давайте мы просто спросим, какие названия цветов совпадают с женскими именами? Назовите хотя бы три. Да, поскольку раз уже тема такая, цветы, сады, то их, на самом деле, достаточно много. Мы с Аней тут погуглили. Да, мы погуглили. Но мы, на самом деле, помнили немножко, да, Витя? Я вот только два смогла вспомнить. А я тоже вспомнила сначала два, потом полезла и поняла, боже мой, как же я могла не вспомнить. Пошла в поисковик. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Давайте быстренько, женские имена. Лилия. Так, раз. Дальше. Роза. Роза. Два, надо три. Так, давайте третье. Да, 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 да. Вот есть такой цветочек, анютины глазки он называется в народе, а по-научному он как-то по-другому называется. Не помните? По-научному не знаю. По-научному? Да, ладно. Ну, это не то, не то, не принимается. Думайте, думайте. Надо три было. А помните, ладно, будем подсказывать. Помните мультик Шрек? Нет, не смотря. Да что ж такое-то, Александр? Как же так-то? Ну, давайте, давайте, вспоминайте, какие еще есть у нас цветочки. Ну, вот автором мне нравится. Да, да, да. Подругу Аладдина, как звали в мультике. И певицу, кстати, известную. Да. Жасмин. Вот, вот, вот. Ура. Александр, куда вас отправить? Трестите за третий. Или что вам подарить? Что у вас осталось там? У нас есть книжка Ричард Осман, детектив прекрасный. У нас есть еще один детектив Елена Михалкова. Это у вас так или иначе они, по-моему, с Британией связаны. У нас есть билеты в смену, у нас есть билеты в галерею прогресса. В смену давайте. В смену. Хорошо. Все, Александра мы отправляем в кинотеатр. И я так понимаю, звукорежиссер нам сейчас запретит задавать еще один вопрос. Полторы минуты он нам говорит. Я все-таки хочу спросить. Давай. Цветок есть такой, да, его Александр называл. Он вот так или иначе связан с Францией, цветок. Какой цветок связан с Францией? Там вот очень много всего. Мне кажется, это такая прямая ассоциация. Ну и вообще этот цветок, он часто использовался не только в Франции, там в Геральдике часто используется этот цветок. И он точно есть на работах Дмитрия, и эта работа точно есть в ботаническом саду. Да, и в ботаническом саду эти цветы тоже присутствуют. Момент именно, они сейчас цветут. Цветут сейчас. У меня, кстати, на даче тоже цветут, да. 211-101, если вы сейчас не успеете правильный ответ дать, я вот обещаю, я его приму после того, как мы выйдем из этой студии. Если вы нам дозвонитесь, 211-101, и дадите правильный ответ. О, я слышу, что есть телефонный звонок. Как вас зовут? Очень быстренько. Слана? Давайте. Какой цветок? Я думаю, что это лилия. Ура! Все! А я еще хочу назвать Маргаритка. Прекрасно. И женское имя Маргариты. Действительно, как мы забыли про Маргариту. Так какой приз вы хотите? У нас Маргарита, кстати, звонки принимает сейчас. Привет, Маргарите. Какой приз вы хотите? Приз, книгу... Осман или Михалкова? Все, поняла. Осман вам достается, детектив про дом предстоярлых очень смешной и забавный. Спасибо вам. Спасибо большое нашим слушателям, и спасибо большое нашим гостям. Дмитрий Патрышев, Аркадий Николаев, художники и преподаватели Вятского госуниверситета. Всех приглашаем еще раз на выставку «И красота и вдохновение» в Ботаническом саду. Последние три дня у вас шанс посмотреть и погрузиться в такую атмосферу. Посмотреть, послушать и понюхать. И понюхать, да, кстати. Все, программа «Культпоход» заканчивается. Спасибо вам большое. До свидания. Культпоход Культпоход